Так планируем семейный бюджет мы с вами. Это же детей в школу надо собрать, за учебники, еще за квартиру. А, еще огурцы закатать. Десять трехлитровых банок, крышки. Банки не получатся, нужно долг вернуть людям. А так планирует бюджет наше государство. На оборону, милиция не хватает, а еще пенсионеры. Может учителей снова забрать? Нет, там уже много. Так, лучше перекроем штрафами. А штрафовать, да, штрафовать на 93 миллиона. Отсюда мораль. Разница в том, что мы с вами можем рассчитывать только на себя. А государство всегда точно знает, у кого забрать и на сколько штрафовать. Вообще, если представить, что наша страна это такой сложный человеческий организм, то бюджетные деньги в нем это вся кровеносная система, которая не дает государству умереть. А мы с вами, это артерия, основная магистраль, по которой кровь циркулирует во все нужные стороны. А когда мы с вами приходим на избирательный участок и выбираем депутата, мы становимся главным работодателем для нее и для него. И доверяем ей или ему, кроме всяких других поручений, принять такой бюджет, по которому денег хватит на все. И государственному аппарату, и врачам, и милиции, и даже нам с вами. Для того, чтобы деньги откуда-то поступали, придумали налоги, которые мы платим, даже когда пришли в магазин за коробком спичек или за буханкой хлеба. Именно поэтому мы наравне с деньгами, как никто другой, являемся основным двигателем Беларуси. И когда все работает как часы, то какая нам разница, кто придумал этот бюджет, и почему его принимают сразу же, без всяких доработок и согласований. Так однажды придумало государство. Придумало и стало бюджеты формировать. Как ему вздумается? Со временем все так привыкли к этому положению дел. И про то, кто мы для государства, забыли. Забыли, кстати, и не все. А может, никогда и не знали. Когда у человека отнимается рука или поднимается температура, то про него говорят. Наверное, он заболел. Примерно так же в стране заболевает экономика. Это значит, что где-то что-то поломалось и стало неправильно работать. Сегодня, когда наши с вами зарплаты играют догонялки вместе с нашими ценами, а за вызов скорой помощи сверх положенного лимита государство угрожает брать деньги, наш дом обратился к бюджетам, чтобы проанализировать и понять, где и что у нас поломалось. И были неприятно удивлены. Депутаты своим наличием просто легализуют бюджет. Они не несут ответственности за него, не разбираются в нем, а придумываются он часто без участия самих депутатов. Это значит, что любая ошибка в бюджете и самым слабым звеном в этом процессе становимся мы с вами, потому что заплатим увеличением цен и урезанием зарплат, а иногда и повышением пенсионного возраста. А депутаты, как и государство, от любой ошибки защищены информационной блокадой, потому что никто из нас не знает, почему цены повысились, и винить нам особо некого. Весь анализ состояния бюджетов – это как отдельный блокбастер, займет не один выпуск. Для тех, кто хочет узнать, как мы пришли к этим выводам, мы оставили ссылку в описании к этому видео. Ну вот, коротко, основные проблемы, которые очень сильно влияют на такой исход. Первое. Законодательство Беларуси по бюджетам и сам процесс бюджетирования – это практически два параллельных процесса, почти никак между собой не связанных. Второе. Законодательство по бюджетам такое запутанное, не структурированное, нелогичное, что при этом отсутствует самое важное – разделы и пункты. Третье. Местные бюджеты в Беларуси формируются, но сам процесс формирования – закрытые тайны с неизвестными участниками и скрытые от общественности, да и от самих депутатов местных советов. Четвертое. Местные советы совсем не заинтересованы в развитии частного бизнеса или хотя бы в реализации собственной цели и развития. Их интерес – только в увеличении количества бюджетных организаций как инструмента получения дополнительных денег из вышестоящих бюджетов. Это плодит за бюрократизированность, убивает мотивацию в развитии предпринимательской инициативы на местах, а по сути делает нагрузку на республиканский бюджет совершенно невыносимой. И пятое. Практически все бюджеты местных советов депутатов, к сожалению, являются дотационными и убыточными. Как говорится, господь жги, здесь не исправить уже ничего. Что тогда мы-то с вами можем сделать? В бюджетном кодексе не предусмотрена ответственность за нарушение определенного этапа бюджетного процесса, а значит ее некому и не уехало соблюдать. Депутаты, которых мы с вами выбрали, которые этот самый бюджет принимают и голосуют за него, лишних вопросов по бюджетам не задают. То есть ответственности за ошибки нет, интереса разбираться в бюджетах тоже нет, но при этом у депутатов все еще есть ответственность перед нами. А гарантом такого положения дел является наше с вами право высказывать недоверие депутату и отстранить его или ее. Процесс этот, конечно, непростой и представляет собой обычный сбор подписей. И депутаты знают об этом. Поэтому для начала было бы недостаточно просто найти своего депутата. Очень часто это уже является проблемой. Но если вы встретились с депутатом, потребуйте от него сделать депутатский запрос и выяснить, кем все-таки был сформирован местный бюджет, за принятие которого голосовал ваш депутат. Пусть депутат ответит вам официально и письменно об этом. Чтобы депутат не забыл, что вы заходили к нему или к ней, напишите ему или ей письмо с таким вопросом. По закону об обращении граждан вы обязите депутата разобраться в вашем вопросе. Когда депутат ответит вам, поделитесь этим ответом с нами. Мы опубликуем его ответы на нашем сайте. Это покажет депутатам и государству, что этот процесс не может оставаться тайным и что нам уже не все равно. А на сегодня все. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. С вами была я, Ольга Карач и команда нашего дома. Будем в связи.